номер 553 события дня евангелие от мотфея 12 30 кто не со мной тот против меня и кто не собирает со мной тот расточает за 18 июня семнадцатого года воскресенье воскресенье у нас день особый вся деревня православная идут в храм божий батюшки не было служит одно воскресенье здесь совершает богослужение другое барнауле вчера были без него не приходят только старые обрядцы старые еще молодые есть одна семья сидят дома ничего молиться нельзя вместе какие доказательства никаких страх что отключат от причастия то есть папы играет причастием ничего божественного в этом нету что нельзя вместе молиться в храме божием нельзя выпивать можем вместе все мы можем вместе делать работают вместе молиться нельзя почему а только объяви кого-то еретик и все не признание святыми и серафима саровская и она кронштадт с игнатия в речении но феофана затворника за 300 лет это какое надо иметь состояние души чтобы определять жизнь людей этих нет а раз он так признает то их серафим загорелась от священни это то он курил серафим саровский курил и от папироса загорелась у него в келе то есть сатана просто так не оставляет безразмерную ложь подсовывает это прямо так и говорят а остальное там вот воскресный день помолились вышли на улице как маленькие собрания говорили в чем мы нуждаемся какие нужды днем занятия в час дня спортзале школы собираемся мы все записываем то есть днем дети посмотрели фильм опять пришлось тут кое-что убирать зал восстановить смотровой дети посмотрели фильм я легенда но кто не смотрел посмотреть можно я легенда как вырвался вирус на свободу и все вымирает 6 миллиардов людей вымирает то есть это заказной фильм и там непонятно остается в резервации где-то на севере там до них вирус не проник а он распространяется по воздуху а туда нет температуры нет и 12 миллионов на речь это евреях что их сохранил господь это вполне вероятно такое почему господь блюдет народ свой он сохраняет его еще тут лишнее говорить говорят что до девятнадцатая на понедельник до 40 градусов температура критическая будет а нам нужно срочно заготавливать камень там как виде горной реки устроить переход но это решили сегодня я ночью пишу сейчас сейчас ночи чтобы встать утром оставим 440 но сна нету машину загрузить попутно отвезти туда свои и сразу выехать на разбор фундаментов которые здесь был разъезд брошенный там разбить кое-что вручную камни нагрузить в машину опять привести на первую мостик но события дня надо показать наши ресурсы некоторые даже их не знаю я покажу сейчас вот первое это у нас моем мире мой мир вот как выглядит я в шапке просто тут сообщать телеку письма писать очень богатый у нас ресурс здесь 18758 фотографий потом осенью добавим еще если господь благословит ну и вот ленточка это форум 1607 так вот и наш канал видеоканал в этом видеоканале 7000 почти 400 видеофильмов поставлено наших видеороликов маленькие большие разное то есть мы записываем практически все ничего не скрываем а зачем зачем людям интересно узнать как вот с нуля все-таки 21000 допустим деревень исчезли и вот одна на таких принципах на таких правилах восстанавливается на православных старинных благочестивых обычаях один из двадцати тысяч тысяч в разве это не интересно и государственная школа подвели электричество сами построили храм обрабатывать земли земли немного 200 чем-то гектару игоря вот алтайский край богатого всем богатство то нас тут соседнем селе подстепной женя долгов фермер у него 7600 гектар обрабатывает и комбайны своим это против него так никто бедная ну так вот какие есть показать дальше еще есть во свете библии православный библейский сайт вот здесь 4124 ответа на по темам вот это самое драгоценное сложное так чтобы на каждый вопрос который мне задавали в университетах вел занятия в милиции это воинских частях и радиопрограмма когда вел по радио вот отвечать согласно библии полной 77 книг что говорит на этот вопрос библии что говорят святые отцы это огромная библиотека 300 томов вариантов старинный что говорят правила канона и жития святых мы плюс события сегодняшние вплетается сюда же этой поэзии литература исторические события вот 55 тем сейчас о войне вот у меня есть система это война я помаленьку из нее выбираю вопрос 2122 8 том открытым оком у меня 33 тома вышло 33 написано 30 бумажном варианте если господь в евангелии дает повеление не убивать спрятать мечи любить врагов почему же тебя прославляет воинов христиан что более безусловно является примером для подражания чем кроткий христос ответ потому что так попы научили и эти мимо верующие шли на службу императором гонителем лишь бы жертву идолам не приносить а служить кровавому режиму и быть в его армии это считалось нормальным явлением христово учения в отношении к врагам было недоступно пониманию носили кресты на себе потом на знаменах и также убивали того на кого покажет монарши жезл уходили белые из россии еще с собой разные святыни брали еще надеялись но приговор уже вступил в силу и будет их преследовать гнев божий надеялись вернуться победителями разве никто не мог сопоставить происшедшее с подобным из жизни давида и сказать также 2 царств 15 25 возврати ковщик божий в город и пусть он стоит на своем месте если я обрету милость перед очами господа то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его хвалились своей дегитрии и всегда подтверждали что заседание было в ее присутствии и сколько же было там того в чем потом приходилось горько раскаиваться и никакое присутствие не поможет нам если мы не отречемся от самих себя и не дадим место духу божию действовать в нас через слово его и жития святых привожу агапита исповедника 18 февраля император лики не узнав о том что преподобно агапит обладает большой телесной силой повелел взять его из обители и против его воли определил в число своих воинов исполняя обязанности военной службы преподобный не оставлял и иноческих подвигов благословение матери отца хотя и не гарантия успеха но путешествие моя щит до конца при встрече губы наполняет смехом но есть благословение вопреки тому что иегова изрекает пересыхают разум родники хотя жестикулирует епископы руками бог проклинает и благословение бог раздирает сшитое наружно и волчьи все храмовое пение в июле леденит крещенской стужей желание добра сопутствующих средств для достижения желаемого счастья благословение облегчить тяжкий крест что одному поделится на счастье незримые включаются микробы и делятся и телится скотинка медяшки ржавые вдруг злата высшей пробы оратор стоит слух заика без запинки и дождь с росой не сходят благодатно от гусеницы саранчи спасаясь тучнеет злак и вовремя зарплата могущественным львом стал косоглазый заяц не дай нам бог утери испытать и более всего благословение пожар война и гость незваный тать по сущим пустякам единства нет а мнение проклятие матери внезапно разрушает уже построенный дворец до основания вся сила красота уходит и ветшают не впрок гимнастика и лучшее питание благословляйте даже и врагов они особенно нуждаются в заботе не звука вопреки библейских слов путь совершенства ангела во плоти 30 августа 2003 года такое ответ который я давал дальше вопрос 1157 3 том открытым оком зачем красные хотели завоевать весь мир железной рукой загоним человечество к счастью из кинопильма соловецкая власть ответ красные выкормыши красного дракона упившегося крови святых мучеников они загоняли железной рукой угробляли достижение столетий россии самое лучшее что было в ней не для счастья этих людей которых убивали а для того чтобы оставшиеся сделавшиеся манкуртами запуганные и задавленные служили рабами для счастья этих палачей а эти изверги счастья свое понимали только в дикой вакханалии потворствование своим низменным страстям как говорит александр сложеницын что хваленая ленинская гвардия попав сталинские застенки вела себя самым позорным образом оговаривая себя и друг друга они утопали в собственной моче и блевотине их всеотвратный лик лучшая доказательство того что ни о каком счастье они и не помышляли счастье и не может быть у дьявола они самые безумные люди ибо отрицали существование самого бога ян златоуст называет их безумнейшими из безумных псалом с 13 1 сказал безумие сердце своем нет бога они развратились совершили гнусные дела не делающие добро псалом 52 2 сказал безумие сердце своем нет бога развратились они совершили гнусные преступления Нет делающего добро. 2 Петра 2.19. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Иоанна 8.36. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Псалом 36.35.36. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Вот такой дается ответ. Вопрос 820. Второй том открытым оком. В газете «Известия» описано, как в Чечне служит, в кавычках, в армии священник при Министерстве обороны, причем носит автомат. В монахе постригся в православной церкви за границей, а в священнике рукоположен в православной украинской церкви. Можно ли священникам носить оружие, автомат, штык, нож? А если он убьет кого, что тогда ему ответ? В нашей книге «К истинному православию» в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших» дается пространный ответ на этот вопрос. Этого священника нужно немедленно извергать из сана и заключать в монастырь, как хулигана, и судить за великий соблазн, который он подал и неправославному миру. Наказаны должны быть и те, в чем ведение он находился, как развратители канонов церковных, сделавшие из церкви предренную служанку на потребу мира. Бандиты в рясах. Каких бандитов напринимали в церковь, сказал о другом, стучая патриарх Алексей II однажды, разгневавшись на ворюк церковных. Вот все пока. Думаю, что достаточно на сегодня. Благословен Господь.